Друзья, все привет! Я Женя Прохоров, это канал Прохоров ProLive. Он о жизни, недвижимости и развлечениях на Северном Кипре. В последнее время от вас поступает очень много вопросов по поводу того, что дорого жить на Северном Кипре или нет. Вы меня знаете, я всегда говорю только правду, поэтому специально для вас я решил сделать контрольную закупку. Сегодня мы поедем в один из главных супермаркетов Северного Кипра и сравним цены на острове с ценами в России и Казахстане. Ну что, готовы? Тогда погнали! Как там в рекламе делается? Тюнш! И переход! Погнал! Папа, почему ты говорил всей семьей? Ну, всей семьей. Ну, мы не все, мы без Дани. Без Дани? Да. А Ева спит уже? Да, она уже спит. Не сяга себе. Ну, да, прошу прощения, не всей семьей без Дани. Даня у нас готовится к экзаменам. Так, первый квест это припарковаться. В общем, мы припарковались. И все, теперь выдвигаемся. Очень удобно, что рядом с этим большим супермаркетом есть магазин для детей. Это сетевой магазин, что-то типа детского мира. Название его Toyshops. Очень много здесь игрушек. В принципе, много брендовых, лего. Как миром твоей называются эти игрушки, которые тебе нравятся, которые ты любишь? Айкеда есть. В общем, все, есть все, что нужно. Мы зашли подобрать подарок на день рождения. Завтра нас пригласили на день рождения. Соседи по вилле, где мы раньше жили. Девочка Ева тоже. Вот, выбираем подарок. Мирон раздобыл Айкеда, да? Пришел сам, подошел, спросил. Ему говорят. Нету, да, Мирон? Товарик закончился. Большой. Ну, ничего, ничего. Это было одинаково. Маленького возьмешь. От многообразия товаров кружится голова. Ева и Мирон так старательно выбирали подарок для подружки, что они удержались и подобрали себе игрушки. В итоге мы выходили из той шопа не с одним подарком, а с целым пакетом игрушек. Ну, а теперь пора идти за продуктами. Магазин достаточно большой. Что-то типа метра, ну, что-то типа того. Есть несколько отделов. Я сейчас покажу вам. Отдел электроники, отдел техники. В общем, много-много разных моментов здесь есть. Лампы продают, пледы, землю, краски. То есть все для ремонта, все для ремонта, для сада, для огорода, так скажем. Термосы разные. Для сада, соответственно, для ремонта все здесь есть. Для ремонта все есть. Друзья, в конце ролика покажу список продуктов, которые мы закупим и поделюсь чеком с ценами в лирах, рублях и тенге. А пока предлагаю сравнить стоимость продуктов на Кипре, в России и Казахстане. Например, килограмм курятину на Северном Кипре стоит почти 127 лир. Это примерно 392 рубля или 2035 тенге. За тот же килограмм курицы в России просят 292 рубля, а в Казахстане 1500 тенге. Мясо у нас здесь. Завядина. Очень много всякой колбасы, баранина. Курица 196 лир стоит. Кило 544, по-моему, вроде бы, да. Ну вот, допустим, бедрышки. Килограмм лука на Северном Кипре стоит почти 18 лир. Это примерно 55 рублей или 288 тенге. За тот же репчатый лук в российском самокате просят 65 рублей, а в казахстанском Магнуме 99 тенге. К отделу овощей, но обычно мы закупаем овощи на базаре 29 лир картошка. Лук 17,95. Другой лук еще. Идем дальше. Здесь у нас молоко. Почти 30 лир за литр. Это примерно 93 рубля. В России такое молоко в тетра паках стоит 100 рублей. Следом идут яблоки. Почти по 45 лир за килограмм. Ммм, ароматные, аппетитные. А вот, например, Нутелла почти 45 лир за большую банку. Это 139 рублей. А в российском самокате такая стоит почти 540 рублей. Короче, походу видео у нас закончится, потому что там подошли какие-то типы, сказали снимать нельзя. Но я не знаю почему. Я говорю, где у вас надписи, где фото, что нельзя, видео. Маша, они там оккупировали. Маша мне звонит, говорит, подходи ко мне. Три человека к ней подошло. Сейчас пойду выяснять, что за дела. Нельзя снимать. Нельзя снимать. Дядя наругался на нас, да. Кажется, тунец, вон, получается, по 64, по 89, да. Тунца очень много. Убрать камеру. Короче, дяханы нам запретили видео снимать. Сказали, вызовут полицию. Поэтому будем дальше снимать так, из-под полы, под шумочек. Вроде бы сейчас уже все набрали, поэтому будет не обидно, если нас сейчас выгонят. Так, сырый, короче, получается 80 лир, 300 грамм голландский. Ну, и куда же мы пойдем без кока-колы? Без вкуса праздника. Литр колы зеро тут стоит чуть больше 15 лир. Это примерно 46 рублей. В этом супермаркете есть свежайшая выпечка. Булочки, батоны, горячий хлеб. Посмотрите, какая огромная очередь выстроилась. Шопинг – дело нелегкое и трудоемкое. Ева и Мирон даже проголодались. Попросили отломить им краешку хлеба. Так, а это у нас получается рай для любителей Джек Дэниелса. Посмотрите, какие здесь есть. Яблочный, обычный Джек Дэниелс. Джек Дэниелс фаер. Джек Дэниелс с медом. Ну, вот такой Джек Дэниелс, наверное, можно сравнить. У нас стандартный, да? 27 касс всего. Может, это 27. Пришли в игровую. Здесь игровая у нас есть. В конце изнутреннего похода по магазинам нас дала награда. Оторвались в детской игровой комнате, которая находится в том здании и супермаркете. Так, друзья, ну все, закончились наши покупки. Все купили. Печально, конечно, было, что вот этот вот товарищ подошел, попросил, что разрешение нужно на съемку, то-се. Ну, я там из-под полы снял. Я думаю, что будет клевое видео. В принципе, основной пакет, то, что мы себе покупаем, мы сейчас домой приедем, все выложим, разложим. Чек я сфотографирую. Вот. Ну, а так, общее понятие о магазине у вас сложилось. Цены очень дешевые. Выгоднее покупать намного, чем в тех магазинах и маркетах, которые находятся в ваших комплексах. Сюда приезжают почти все турки-киприоты. Они здесь всегда закупаются. Постоянные очереди, большие очень скидки. Поэтому вот этот магазин, один из нескольких, которые вот стоит посещать, чтобы закупать продукты. Мы закупаемся примерно на неделю, на две, наверное. Ну, так, там овсянку, всякое там, яйца и все прочее. Так что вот, очень классный магазин. Очень рекомендую. Пойду, пройду, сейчас покажу вам еще фудкорт. Пицца-пиза. Так, и на первом этаже, как говорится, стрит-ритейл. Что у нас здесь есть? Очки, сумочки, телефонные аксессуары. Это две основные, значит, у нас компании Туркселл и Телесим. У меня и у Маши обе такие компании. Водофон еще называется по-другому. Так, это для машин что-то там. Сковородки, кастрюли. Так, здесь, соответственно, курящие женщины, пьющие кофе. Пьющие минералку, выбрасывающие банку. Так, а здесь на выходе, получается, у нас хот-доги. Хот-доги, привет. Так, в общем, серьезные все. Сейчас, наверное, тоже охрану вызовут. Так, ну ладно, нас не напугаешь этой охраной, короче. Так, зайду сейчас, покажу еще этот цыпленка. Ну, такой фастфуд стандартный. Ну, что-то типа, наверное, этого KFC, что ли, Ростикса. Не знаю. Ну, короче, такое место известное. А, и, кстати, там у нас, получается, магазин игрушек. Мы в нем были в самом начале. Сейчас еще покажу снаружи, как выглядит реклама. А, даже тут какое-то хиповое название, секунду. Chicken Planet. Получается, у нас Toys Shop, Chicken Planet. Сама это морковка, сам это супермаркет. И пицца-пиза. Так, друзья, ну все, мы дома. Значит, вот наш кухонный островок. Значит, все, что мы купили, все у нас представлено здесь. Значит, этих продуктов нам хватит примерно на одну-две недели. Вот. Кофе, молоко, минералка. Вот очень классное арахисовое масло. Очень вкусное, мне нравится. С арахисом внутри. Бананы. Кстати, бананы дешевле, чем на рынке, сразу могу сказать. Потом, значит, макароны. Овсянку, которую я ем каждый день сейчас пока на масте. Вот. Значит, средства гигиенические. Ваниш, ваниш, даф. Туалетная бумага. И вот, в общем, ММДНС всякие. Так, и вот у нас получился такой чек. Чек получился... ...достаточно длинный. Вот, но по стоимости это всего 3979 лир. Это 12,5 тысяч рублей. Все, ММДНС можно забирать. Как я и обещал в начале ролика, показываю вам список продуктов с ценами в лирах, рублях и тенге. Все посчитал и сконвертирован для вашего удобства. Можете заскринить. А для чистоты эксперимента я зашел в магазин у дома, на территории жилого комплекса Cesar Resort. Цены здесь немного-ненамного, но все же выше, чем в супермаркете. Поэтому за крупными покупками советую, все-таки ездит в супермаркет. Жить у моря полезно и выгодно. Я Женя Прохоров. Это канал Прохоров Пролайв. Подписывайся, жми на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. А если появились вопросы, задавай их в комментариях или звони. Все контакты в описании. Кроме того, у меня есть сайт sinisidifisiprus.com. Там есть вся подробная информация о покупке и продаже недвижимости на Северном Кипре. Переходи. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»